За несколько минут вся информация о зрении ученика будет доступна и школьному врачу, и терапевту в поликлинике. При этом без лишних очередей и отрыва родителей от работы. 88-я школа областного центра стала одной из пилотных площадок по внедрению концепции школьной медицины. Здесь уже работает так называемая система общей медицинской карты, а сегодня проходит один из этапов диспансеризации детей. Проблема с правым глазом, это проблема, не решается очками, проблема решается с капельками, с удовлетворительным режимом и упражнениями. В структуре заболеваемости детей именно болезни глаз занимают первое место. Рекомендации родителям дают опытные офтальмологи, МНТК, микрохирургии глаза. Сегодня и завтра здесь работает врач-офтальмолог, который дает рекомендации, рекомендации родителям по лечению и дальнейшему наблюдению детей с различными патологиями. Органа зрения. Заболевание важно предупредить или начать лечить на ранних этапах. Параллельно со скрининговыми исследованиями в школе проводится онлайн-анкетирование по формированию здорового образа жизни. Первыми на вопросы отвечают преподаватели. Имеются ли у вас какие-нибудь хронические заболевания? Нет. Курите ли вы? Никогда не пробовала. Далее анкетирование пройдут все ученики. В 88-й школе это более полутора тысяч детей. Причем эта анкета сегодня позволяет нам определить не только, насколько сформировано у кого или не сформировано, в целом всего коллектива, в том числе персонализировано на каждого ученика. Это дает инструмент для того, чтобы учитель дальше мог вести и индивидуально, и на класс в целом, работу по сформированности здорового образа жизни. Таким образом, объединив все данные, сложится целостная картина состояния здоровья каждого ученика. А это одна из главных задач региональной программы «Школьная медицина». Сделаем модель, объединив все медицинские учреждения Оренбуржья, для того, чтобы вот эта единая замкнутая цепь позволила нам не только выявить отклонения, но и устранить их, проконтролировать, определить эффективность и добиться того, чтобы дети были здоровы. Сегодня в Оренбуржье, помимо 88-й школы, определены еще 6 пилотных образовательных площадок для реализации проекта «Школьная медицина». Разные подходы, разные школы, но при этом одна общая цель – сохранение здоровья оренбуржских детей. Светлана Семенида, Владимир Жидов.